Лацио Рома Стоит посмотреть на трибуны и стоит посмотреть на игру и невозможно предсказать что же будет Ну а если обо всем по порядку то еще раз стоит посмотреть и вот нам словно подсказывая дают планы вот этого удивительного совершенно стадиона забитого до отказа Это игроки Лацио они сегодня хозяева поля стадио Олимпика это Альберто Дзакерони их наставник а это вот самый стадион Роберто Росетти главный арбитр этой встречи Ситуация в турнирной таблице до начала этого тура 26 Рома третья 50 очков Лацио на седьмом месте и жалких 36 очков Они даже не через раз ошибаются Фьоры вступил в борьбу мяч видите как улетел туда в штрафную площадь Самуэль ведет борьбу с Симоне Инзаги на грани фола тот успевает подать и Антониоли отлично играет на перехвате На таком расстоянии что Рома рвется к еще одному титулу чемпиона и имеет все шансы Но вот стало Лацио на пути Удар поворотом Росетти сделал замечание игрокам чтобы они там вели себя поприличней Тотти и Фьоры Пас пяткой Класс Навес Будет удар Гоу Высший класс ребята Высший класс Монтелло забивает Любимец многих забивает Но как же сыграл Токи А какой был потом пас 1-0 впереди Рома Это надо видеть Надо один раз там побывать Мне не удавалось Вот этот пас Канделя И смотрите Правой внешней подрезает мяч в сторону от ворот По траектории Обратите внимание Вот мяч крутится И прямо Монтелли Он опережает Несту И Монтелло в дальний угол В Перуце делать нечего Только лишь отдать на центр Мяч 1-0 впереди Рома Пару игроков поставит стенку Далековато конечно Очень далеко Даже очень далеко И поэтому следует навес Удар поворотом Игра на опережение Замечание От арбитра Но судья попросил повторить удар Михайловичу Ну вот сценка в штрафной площади Это до этого Теперь посмотрим Что сейчас будет И удар поворотом Как не смеяться Я не могу без хохота буквально наблюдать за этими сценами Далековато залезли в штрафную футболисты Смотрите, в момент удара даже оказались почти на линии площади ворота Но Нельзя не отметить огромнейшее желание сохранить мяч у своей команды Самуэль Пас Нет вне игры Что-то невероятное Хорошо сыграла защита Но самое Ну-ка, ну-ка В момент удара Подождите В момент удара Был Вот уже на повторе Видно, что Овсайд все-таки Наверное был Эста Ой, ну-ка И навес на противоположный фланг А там никого нет Кафу тот подчас подбежал Обокрал Панкарас Успел навесить Это Перуци Это Перуци Бил Это Альберто Дзакеронио Наставник Латсон А Тотти с мячом На рывке уходит одного, второго, третьего Будет бить поворотом в дальний угол Перуци парирует И 2-0 Это Монтелло Просто-напросто Без всяких купюр Простите Обокрал И забил 2-0 Два гола Монтелло Это тот самый Монтелло Которого Фабио Капелло Все время испытывает на прочность На прочность нервной системы прежде всего Вот Тотти Блистательный рывок Рывок Дриблинг И Неста Забыл Ударить по мячу А еще и потому что просто Его Опередил Монтелло И повторный бросок Перуци Не достигает цели Это удар Тотти Тридцатая минута Тридцатая минута Рома Опасно удар прямой Монтелло 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 Национальный герой Вечного города Монтелло Дело пахнет скандалом 3-0 в первом тайме Пожалейте Пожалейте Бедная Лацио Смотрите Тотти исполнил Штрафной Монтелло в верхний угол Забил И Перуци не в состоянии был помочь своей команде И опять опередил Несту Бедный Неста Тот уже руками хотел помешать И вот смотрите Этот удар С точки где было нарушение И вот удар Монтелло Для Михайловича Правый угол Антониоли от себя защищает стенкой Важно чтобы стенка не дрогнула Стойте! Удар! И он и этот мяч от Билотов Смотрите Посмотрите Какой вратарь сегодня есть У этой команды А? А мне не верят И все Зациклились на Тольдо и Буфоне Навес Борьба Смотрите Вся команда защищала И Тотти удирает Подкат Успевает отдать мяч Пас по правому флангу Кафуз Соревнование в скорости Неста быстрее И штрафной Может Желтую слопотать Кафу И если они выполнены правильно Ой какой удар Правда мил Но сильный Билл Крестер Игры Кафу Удар Бой Монтелло Монтелло Четвертый Монтелло 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 Гол А он В основном Монтелло Повышающим Это был второй мяч Вот удар Станковича И Антониоли Не парирует Этот удар Счет становится 3-1 Дальний удар Поскользнулся Антониоли Просто поскользнул Вот посмотрите С какого расстояния Пробил он И на месте По сути дела Упал Голкипер Ромы Еще 3-1 И вот смотрите Падает на месте Даже не оттолкнувшись Антониоли Считывает эту роль Лацо Когда он в стартовом составе А так Кто-нибудь Ну кто-нибудь Не получилось Ну и к тому же Рома Настолько здорово Сыграла Что Лацо Просто потерялась Томази с мячом Кафу набирает Скорость на правом фланге Правда потом режет угол Уходит в центр А бьет поворотом Нет Я же вам сказал Монтеллу Надо убирать Монтеллу Надо убирать Вот он четвертый Забил Ах ну Как из пушки Левый Верхний Под перекладину Перуци Чего-то там делал Но 4-1 И 4 гола Монтеллу Если он 3 забил И стал национальным героем В столице То теперь Уже тут От одного Капелло Он получит По-моему Дефирамбов Столько Сколько За все время Пребывания в Роме Ну посмотрите Какой голешник Засандалил этот самый Парень Ну посмотрите Еще К тому же Каким-то Вариантом Мяч Летел Поймать Как где-то И когда его можно Отбить было Перуци Невозможно Он шлепнулся Прилег Да То что не видели мы Почему Потому что Перуци Вышел И он пропал Из кадра А мы не видели Поэтому я думал Куда же он там бьет Если так хорошо Открыт Кафу А этот хитрец Исполнитель Забил Красавец Гол И счет стал 5-1 Актер Я иногда Себя ловлю Что вот В Италии В Испании В Англии Франции В Германии Играют еще За аплодисменты Это актеры Смотрите Как здорово Он исполнил И вот Когда он бил То не видно было Перуци А попал он Точно так же Как Вот видите куда вышел Перуц Это сейчас хорошо видно все И вот он попал Точно так Только таким навесным Ударом Нежным Тот же угол И так же как Монтелло Когда свой гол забил На 64-й минуте 5-1 Это уже неприлично Я вам скажу Вот еще раз этот момент Ведь вся штука в том Что еще открывался Монтелло Предложение вперед Классно Правда ведь? Панкаро Кафу Прием на такой скорости Сложноватый Но все-таки он Наполовину удался Кафу Удался и отбор И удар по воротам Ничего другого не оставалось Ждали матча большего накала И естественно готовился К этому по особенному Особым настроем И Роберто Росетти Главный арбитр Так же как и боковые Но Но для судейства Игра Игра получилась очень Легкая И Виной тому Блистательная Игра Матч Игра Игра 40 Милан 38 Свисток Арбитра Матч Матч окончен Ну что ж Дорогие друзья Это был концерт Ромы Блистательный концерт Солисты Великолепные 4 гола На счету Монтеллы Великолепный гол Забил Тотти 5-1 В пользу Ромы Высшего класса Игра